Всем привет! Наверняка многие из вас видели в моих видеороликах наличие различных взрывчатых веществ, в том числе и жилеты Смертника. Ну в общем, в этой серии мы решили пополнить наши запасы взрывчатки и показать весь процесс создания данных интересных агрегатов. Процесс это достаточно сложный, наверное один из сложных процессов вообще, который есть на острове. Требуется немереное количество действий, компонентов, каких-то навыков и всему тому подобное. Собственно, кому интересно, мы этот процесс сегодня вам покажем. Приятного просмотра! Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Первым делом нам требуется большое количество пластика, который делается из нефти. А чё-то происходит, какая-то система запуска космического корабля вообще. Я чё-то запустил куда-то, Кириллыч. А во, пошла жара. Интересно, это с меня бабки снимают или это мне столько должны денег? Бл***, нефтяной завод сдох. На мне штраф 50 тысяч. Вот 800 нефти. О, 200. Ну, поехали в сторону Федов, как раз я там попробую это выкинуть. Переработка пластика. Посмотри, сколько там пластика требуется. Разобравшись с пластиком, мы начали думать, как же нам добыть большое количество серы и угля. Для этого требуется специфичный уровень, а у нас такого не было. Но, к счастью, у меня был автодобытчик, при помощи которого можно добывать практически любой ресурс, и плевать, какой там у вас уровень. В принципе, добытчик пригодился. Так, программа, подожди, серная руда называется она. Короче, знаешь, что надо сделать? Фуру Серёги запить серой, а мы её углём. Всё, всё, включил. Пошёл процесс. Где человек, который обещал помочь? Он у меня сейчас подъедет. Чтобы серу херачить, ещё раз, 15-й, да, надо? Да, да, да. Процесс шёл полным ходом, добыча была запущена. Мы ещё раз проверили все компоненты, которые нам будут необходимы, и у нас возникла небольшая проблема. Дело в том, что добывать-то мы можем всё это без проблем, но вот с обработкой возникли некоторые проблемы. Дело в том, что там-то как раз и требуется необходимый уровень для того, чтобы всё это переработать в нужное нам вещество. И поэтому нам пришлось поднять все наши контакты, и нашёлся один человек, который согласился нам со всем этим помочь. Привет. Нам обработать надо то, что мы не можем. Нам надо, что получается, серу сделать, уголь... Нет. Нам надо уголь? Надо. И этот медь совсем чуть-чуть. Получится это всё сделать? Конечно, сделаем. Полный грузовик серый, половина грузовика угля и совсем немного меди. Достаточно продолжительное время спустя при помощи двух добытчиков нам удалось забить один грузовик серый и второй грузовик углём. И мы поехали на обработку. На обработке как раз только при наличии одного человека, который имеет соответствующий уровень, и начался процесс переработки, в то время как все остальные начали обрабатывать уголь. А чё, уже есть уголь переработали? Ни хуя себе. Угу. Быстро, однако. Не, а мед... мед... медную хрень где? Металлургический завод. Также у нас ещё было с собой небольшое количество медной руды, которая была необходима для того, чтобы создавать медные провода. Собственно, для детонатора. В общем, мы решили, чтобы процесс ускорить, разделиться на две такие группы. Одна группа у нас пока что занималась обработкой угля и серы, а вторая группа у нас поехала на обработку мете. Собственно, процесс шёл полным ходом. Чё там, процесс на заводе идёт? Идёт, идёт. Сколько осталось обработать ещё? Половина. Всё, переработаем. Очень продолжительное время спустя мы весь этот процесс благополучно закончили. У нас была медь, у нас были провода, серо, уголь и все компоненты, которые нам так были необходимы для того, чтобы создать жилет-смертника. Мы это всё повезли на наш склад. Туда я побежал, если что, пишите. Да, спасибо. Ну, потом, если надо, пластика и нефть я могу предоставить. Угу, хорошо. По приезду к нашему миниатюрному складу мы поняли, что это занимает дохрена место. И было принято решение прямо на месте вскрафтить всё вот это вот взрывчатое вещество, провода и все прочие компоненты для того, чтобы всё это не занимало так много места на нашем складе. Так, провода. Дай-ка возьму тогда. Ну что, товар привёз? Товар в процессе. Нас хватает на дохера жилетов. Короче, самое сложное, это уголь и серо, блин, доставать. Сто проводов. Это 50 жилетов. Там проводов на миллиард были жилетов. На 50. 50 жилетов. У нас были абсолютно все компоненты того, чтобы создать жилет смертика. Но не хватало последнего компонента. Это кожа. И для того, чтобы её добыть, нужно было куда-то отправиться в богом забытое место под названием охотничье угодье. Собственно, немного поохотиться и добыть нужное нам количество кожи. К счастью, его требовалось не так много. Короче, нам надо 20, да, получается? Давай с запасом немного наберём с собой, чтобы не мотаться лишний раз. По максимуму. Так, что делать дальше? Свежевание козы, блин. Так, у меня получилось одну штучку только взять, блин. Так, смотрим. Нам не хватает одной штуки. Круто. У меня как раз одна. Наконец-то. Спустя хрен знает сколько времени и хрен знает сколько проделанных нюансов, моментов действий, все компоненты были у нас. Пришло время создать наши долгожданные жилеты смертника. Положите полностью всю кожу сюда, сейчас будем считать, что у нас посмотрим. Получается. Ближе за навесок нету, весь город видит, что я тут делаю. Так, 10 взрывчатого вещества, да? 10 штук. Сколько проводов надо, один или два? Проводов сколько надо? Два. Два провода и кожа. Четыре. Это все, да? Чтобы собрать? Да. Так. Где она, блин? Жилет смертника. Пипец. Так, пошел процесс. Есть. Первая партия. Да, собрали. Вкуснятина. Так, погоди, дай я аккуратно эту штуку положу, блин. Так, народ, у нас есть. Сейчас скажу. Шесть жилетов. Пять из них на продажу. Так, и у нас есть один клиент, который был заинтересован в покупке. Продаем повербанк. Нестабильная взрывоопасная батарея. Все еще способна зарядить все вокруг себя в радиусе 50 метров. Пять лимонов. Но я думаю, что кто-то поймет, что мы имели в виду. У нас было шесть жилетов смертника, которые мы согласились продавать по пять миллионов за экземпляр. В принципе, это не так много, и учитывая, что мы единственные продавцы доступного экземпляра на этом острове. И теперь была другая проблема. Нужно было найти того, кто эти жилеты согласится покупать. Время спустя мы нашли покупателя, который был готов взять несколько наших экземпляров по нашей цене. Мы договорились о встрече и уехали за город для того, чтобы обсудить подробности, продемонстрировать товар и, в общем, заключить нашу сделку. Заезжайте, Вангер. Так, 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 так. В этот раз две штуки, да? Да, да, потихонечку. Может, потом на Толу перейдем. Только это десять штук. Ну, смотри, мы сейчас объясним. Давай сначала с этим разберемся. Давай сначала с деньгами, посмотрим, что у нас там по деньгам получается. Багажник откройте, сейчас мы перетащим, тогда аккуратно все это сами перетащишь. Мы сейчас вот серьезным производством занялись вот этих экземпляров. Ну, сейчас у нас, конечно, не такое большое количество. Налажим, так сказать. Вот если вы нам еще бы покупателей подогнали, то, смотри, в любом случае, я думаю, что мы вас к нам возьмем, но пока что вы не знали. Пока мы покупатели, пока мы не знали. Я понимаю. Не-не-не-не, мы возьмем, возьмем. Просто я вот пока что предлагаю такую тему. По поводу вашего вступления в наши ряды, мы можем завтра этот вопрос уже смотреть. Нормально. Один человечек интересовался, откуда мы взяли такую штуку. Мы, конечно, уже не сказали. Мы своих поставщиков не выдаем, ребята. Вас интересует именно непосредственно производство таких штук? У нас есть все необходимое. Ну, конечно. Хотелось бы интересоваться, да. Это было бы прикольно. Будем вас задерживать, ребята. Спасибо. Давайте. Удачи вам. Где-то я прошу. Вот как-то так, дамы и господа. Да. Такой вот замороченный процесс по созданию таких вот достаточно интересных взрывоопасных штукенций. Не знаю, кто-то ли еще продает на острове их или нет. Но, судя по всему, мы на данный момент являемся единственными продавцами подобных экземпляров. Поэтому, кому интересно, обращайтесь. Цена такая же. 5 миллионов за экземпляр. В ближайшее время мы сделаем еще парочку экземпляров. Так что склад у нас пока что будет забит под завязку. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok